Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. После трагедии, случившейся в Жамбылской области министр обороны, Нурлан Иремикбаев заявил, что готов подать в отставку. Если чиновник сдержит слово, он станет четвертым министром обороны, ушедшим с поста таким образом. Чем же запомнились министры этого ведомства и какой след они оставили в истории современного Казахстана? В независимом Казахстане оборонный сектор возглавляли 10 министров. Дважды у руля сидел Мухтар Алтымбаев с 1996 по 1999 и с 2001 по 2007 годы. До первого назначения он был заместителем министра и главнокомандующего военно-воздушных сил. Первый раз он покинул пост после скандала, связанного с занижением продажной цены пяти бортов Ан-28, который реализовало ведомство. Несмотря на разразившийся скандал, через два года Алтымбаев вновь стал возглавлять Министерство обороны. Он произвел реформы в армии, а за труд на благо Родины был удостоен звания Халык Кахармана. Четвертый министр обороны Даниил Ахметов возглавлял ведомство с января 2007 года по апрель 2009. За два месяца до увольнения был задержан его заместитель генерал-майор Кожимурат Майерманов, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Серик Ахметов, вступивший в должность в апреле 2014-го, удержался в кресле только до октября того же года. Он ушел в отставку по собственному желанию. Однако через месяц ему было предъявлено обвинение по статье 176 Уголовного кодекса владения или присвоения веренного имущества. Его поместили под домашний арест, однако уголовное дело не имеет отношения к его работе в министерстве. В декабре 2015 года Серик Ахметов был признан виновным в коррупции и приговорен к 10 годам лишения свободы. В 2016-2018 годах Минобороны возглавлял специалист военной разведки генерал-полковник Сакен Жасузаков. После ЧП в Арысе президент Касымжуму Артокаев уволил его из состава вооруженных сил. Нынешний министр Нурлан Ермикбаев был назначен на пост в августе 2018 года. После серии взрывов на военном складе в Жамбулской области он заявил, что готов подать в отставку.